Здравствуйте! В эфире телеканала «Север» программа «Актуальное интервью» в студии Любовь Пермякова. Огромный мир в твоей руке. Проект под таким названием стартовал в Наринмаре. Он поможет людям справиться со стрессом и депрессией в период коронавируса. Сегодня у нас в гостях автор проекта, психолог, руководитель Центра «Радуга жизни» Лариса Борисова. Лариса, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, вообще, проект универсальный совершенно, у него нет ни возрастных границ, ни каких-то других ограничений по статусу или интеллектуальному даже какому-то уровню. А возник он... Я даже не знаю, как возникают проекты, они происходят совершенно случайно, но я его стала писать, когда началась эта вся история с коронавирусом. Я в это время была в Екатеринбурге и поняла... Вы ощутили на себе или люди стали обращаться? И обращаться стали, и я почувствовала вот это состояние напряжения, в первую очередь, очень сильного напряжения, потому что люди ушли в такие непривычные для себя условия, и если кто-то на каком-то интуитивном уровне всё-таки пытался с этим как-то справиться, то через какое-то время всё-таки напряжение начало давать о себе знать. Ну, а мы же знаем, что вообще человек живёт в двухтактном режиме, вдох-выдох, сердце стук-стук, и напряжение должно сменяться расслаблением, это естественно. И вот если даже предложить человеку очень долго держать зажатым кулак, то вообще это будет просто невозможно, потому что начнёт всё уставать, и вообще это будет отражаться и на характере в том числе, потому что, ну, правда, это невозможно. И поэтому, когда человек очень долго находится в состоянии напряжения, расслабление, оно естественное. Но если оно неграмотное, тогда оно происходит спонтанно, и тогда этот человек становится очень уязвимым просто-напросто. Ну, и тогда я подумала, каким же образом мне сделать так, чтобы научить людей расслабляться, но расслабляться грамотно. Ну, я думаю, что у меня где-то получается доносить до людей идеи мои таким понятным языком, потому что я опираюсь на сказки, на притчи, и тут совершенно неожиданно я открываю свой компьютер и вижу, что лет семь назад я написала пять притч в стихах, ну, со мной иногда так и бывает, вот, и когда я их вдруг перечитала, потому что в условиях изоляции надо было чем-то заниматься, перечитала, я вдруг понимаю, что эти пять притч, они укладываются в пять идей, вот, как справляться вообще со стрессом и как расслабляться. Ну, и всё это я упаковала в руку. Я вообще люблю, чтобы у людей была опора прямо при себе, да, ну, поскольку рука всегда при себе, да, под рукой, так скажем, то это было очень удобно упаковать этих пять идей в пять пальцев руки. Ну, и вот из этого всё построилось, и буквально через, ну, недели три, максимум через месяц программа была готова, и я её решила попробовать в формате онлайн, я провела цикл вебинаров, и поняла, что я попала, попала, действительно, у людей это получилось. Значит, да, получила отклики, просто стало очень понятно, что же такое вот это расслабление. Ну, почему пять пальцев? Потому что я как раз шла от сжатого кулака. Человек, когда напряжён, он вот такой, он в тонусе, у него формируется условный мышечный каркас. Это как защита, это как броня. Я не говорю только о теле, но и о эмоциональном состоянии в том числе. Ну, а вот это вот, когда мы можем эту руку разжать, но разжать грамотно, вот эти пять пальцев, которые я задумала, они вот здесь. Ну, если будет интересно, могу рассказать, в чём идея. Люди стали обращаться, а какими страхами, может быть, они, какие страхи они испытывали? В первую очередь, всегда, самый естественный страх у человека, это страх неизвестности. Это всегда, на этом строятся все остальные страхи. Человек подходит к какому-то барьеру, к какой-то черте, за который он не знает, что будет. И вот это один из таких моментов, потому что неизвестность, она пугала. Ну, а второе напряжение, конечно, складывалось из того, потому что всё-таки начинается кризис территории. Очень личные границы становятся непривычными. А личная граница, это для человека очень важно. И мы как раз учим тому, чтобы личная граница была гибкая. Не жёсткая, не слабая, а гибкая. И тогда вот... Какие методы будете использовать в реализации проекта? Вот сказка-терапия как раз. Да, конечно. Я уже 20 лет работаю в этом методе и влюблена в него всем сердцем, потому что сказка – это вообще самый древний способ передачи информации. Все мудрые люди говорили притчами, потому что, когда что-то хочешь донести, мысль человеку напрямую, то возникает сопротивление. А когда ты говоришь каким-то вот таким вот языком образным, то сопротивление уходит, и человек всё это принимает. Поэтому, конечно, с помощью сказок и притч, но у нас мы уже давно работаем, мы делаем на основе моих авторских сказок и притч, мы делаем фильмы, сказки. Поэтому у нас тут не только просто рассказывание какое-то проживание, но это фильмы, это психологическая песочница, которую я тоже всем сердцем люблю, вот тоже её используем. Это кукла-терапия, очень много инструментов, которые будут помогать. Как стать участником проекта? Или кто ваш участник? Очень просто. Вот здесь, в Наринмаре, конечно, это вообще получилась замечательная история, потому что, спасибо, поддержал департамент внутренней политики. Вот у нас грант на этот проект получен. И вот мы уже провели часть мероприятий с родителями особых детей на особом детстве. И просто группы собирались, тех, у которых есть к этому желание, но кто просто видит и читает странички. Как родители особых деток отреагировали? Ой, я очень с удовольствием общаюсь с этой категорией, потому что у меня уже был опыт, у нас был другой проект «Крылого ангела», и поэтому с родителями особых детей, правда, для них рассказать те вещи, которые им просто помогут. Им помогут немножечко по-другому посмотреть на обычные вещи, на те вещи, которые, казалось бы, ну никак не сдвинешь в их ситуации, а тут гибкий взгляд получается, меняется немножечко. Кто придумал методику сказкотерапии? Все ли могут её преподавать? Или это особенный какой-то подход? Вы знаете, вообще сказкотерапия, это правда, это самый древний метод. Вот ему даже сказать, что кто его вот прям придумал, его придумала жизнь, его придумали те самые библейских притч вот полным-полно. А как метод, как уже психологический метод, есть разные направления, но я ученица доктора психологии Зинкевича Вседнеевой. Вот 20 лет назад я пришла в этот метод и поняла, что я попала туда, куда надо. Но уже много лет я сама создаю проекты, и проекты эти у нас востребованы в разных городах, поэтому у меня очень много тех, кто уже мои ученики, которые реализуют эти проекты и в Новосибирске, и в Екатеринбурге, и в Челябинске, и в Москве, и в Питере, и много где. А правда, что через сказкотерапию можно даже выявить какую-то психологическую травму? Ну, однозначно, однозначно, потому что здесь работает закон проекции. Человек, говоря о чём-то на переносных каких-то образах, он... Часто бывает. Не часто, это всегда, по-другому не бывает. Он выражает то, что у него есть. Кстати, вы знаете, такая интересная вещь с проекцией. Я когда-то в одной из организаций проводила тренинги, меня попросили по конфликтологии, и мы говорили про тему сплетен и слухов. И вот мысль о том, что когда мы говорим о других людях, но на самом деле мы говорим о себе, и внимательным взглядом вообще, если прислушиваться, как люди говорят про других, можно понять, что, в принципе, очень много, что о нём и самом понять. Потому что это работает закон проекции, он во всём. А можете дать какие-нибудь рекомендации, как людям справиться со стрессом? Что можно сделать? Тем более у нас коронавирус ещё, так скажем, не закончился. Я вот, правда, если вот так сказать, у меня за идею возникло вот это 5 идей стрессоустойчивости. Вот начнём с большого пальчика. Большой палец он как символизирует, как я, личность. И вот смотрите, что получается. Он самый устойчивый, его труднее всего согнуть. И в ситуации стресса первое, что он научится, научиться противостоять манипуляциям. Потому что во время стресса очень много внешней информации, которая влияет. И если люди не согласуют её с собой, тогда они очень этому подвержены. Как раз вот это насаждение страха и всего прочего, и разные мнения других людей, они как раз об этом, и у меня вот есть притча про башмачника, о том, как действительно финальная там фраза. Ну вот если ты разбираешься в башмаках, так вот я тебя послушаю. А если ты не разбираешься во всём остальном, тогда эта информация для меня лишняя. Вот как отфильтровывать просто-напросто информацию? Это вот об этом, о большом пальчике. Указательный палец – это палец, который, в общем-то, даёт направление. Ну мы привыкли указывать, да? Поэтому в жизни человек выбирает всегда, он всегда делает выбор между светом и тьмой, по сути. Жизнью и смертью. Я даже не говорю физической, психологической. И поэтому, когда люди склонны внутри себя очень много говорить о том, как всё плохо, как всё будет ужасно, как всё страшно, то они, в общем-то, выбирают тьму. Вот если люди всё-таки видят позитивные в разных маленьких фрагментах жизни, то они выбирают свет. И вот у меня здесь тоже притча про светлячка, она такая коротенькая, про то, что светлячок у отца спросил, «Папа, честно мне, дай ответ. Отдаёшь ты так много сил, чтобы видели люди свет, чтобы мир стал светлее чуть-чуть, продолжал светлячок любя. Освещаешь с собой путь, неужели не жаль себя? Улыбнулся отец ему, это жизненный наш урок. В черноту и в слепую тьму, ты не бойся, лети, сынок. Полетел светлячок во мрак, где так, забыла, где страшно так. Вдруг, поверив в своей судьбе, он услышал отца ответ, видно лишь в непроглядной тьме, в ком горит настоящий свет. Свет виден только во тьме. Быть хорошим, когда всё вокруг хорошо, очень просто. Сохранить свой свет, когда вокруг всё не так уж. Светло, вот это настоящий свет. Поэтому это вот об этом. Включите свет, называется. Есть ли положительные примеры, кому уже помог проект? Ой, вы знаете, мне приходит море писем. Очень много. Мне приходит очень много откликов, очень много разных реакций в разном временном формате. Но и мы ещё учим там, то, что я вещаю, это одно, но самое главное у нас момент, каждый создаёт для себя свою собственную индивидуальную сказку со своим собственным метафорическим рядом, со своими образами, со своим выходом. Потому что я всегда говорю своим клиентам, своим ученикам, клиентам особенно, я говорю, вы знаете, я не знаю ответы на ваши вопросы. Правда, не знаю. Все ответы на ваши вопросы, знаете, есть внутри вас. Единственное, что я могу, я вам могу их помочь достать. На какой период рассчитан курс? Вообще, я как-то так стандартно, я не люблю затягивать проекты. Вот у меня, если собирается группа, и мы рассчитываем, что у нас 9 занятий. Первое вводное, финальное, заключительное, и основных 7. У меня все программы, которые у нас есть, мы примерно строим в такой логике. Вот, ну, поскольку групп будет много, то мы вообще планируем, что на Ринмаре будет, наверное, эту работу проходить до весны, до марта. А в какой форме будет проходить? Это онлайн или нет? Нет, нет, нет. Это уже мы онлайн, вот как раз попробовали, пока это была необходимость в этом. И я его, как и все другие программы, которые создаются, мы сначала, как на нашем языке, обкатываем. Вот, я его обкатала в формате онлайн, увидела, что надо дожать, что надо убрать. Вот, и уже сейчас он в таком чистом виде, ну, уже есть возможность в личном. Конечно, как бы не здорово было, наверное, удобно онлайн вести программы, но живое общение, живые глаза. Ничего не занимает. Да, это, конечно. Валерий Са, сколько вы уже занимаетесь психологией? Как к этому пришли? Вот. Я просто знаю многих психологов, которые сами вот столкнулись с какой-то проблемой в детстве, да, и потом и себе помогли, да, изучая. Это точно, никто никогда в психологии, ну, это закон проекции, да, приходят люди для того, в первую очередь, чтобы проработать себя. И у нас есть такая момент, психологи должны быть точно проработаны, потому что можно работать психологом, а можно быть психологом. Это немножко, ну, как и в любой, наверное, профессии, что касается быть мастером, да, можно быть ремесленником, можно быть мастером. Вот. И как я пришла... В принципе, психология пришла, ну, вот, казалось бы, случайно, не случайно, так скажем. Так же, как сказкотерапию. Я не шла туда осознанно. Я тоже случайно оказалась на этих курсах когда-то, в 2001 году. Вот. Ну, а потом поняла, что-то вот поняла, почувствовала, что это мое. Ну, и... С какими людьми к вам обращаются проблемами? Очень интересно, потому что оно, вы знаете, работает всегда закон парных случаев. И даже периодами. Вдруг наступает период, когда идут с межличностными отношениями. В семье разводы, там, какие-то конфликты вдруг. Ну, я не говорю, что все, но очень много. Потом вдруг наступает... В последнее время очень много приходилось ситуации потерь. Вот потери, да, это, конечно, такой очень момент, особенно, когда надо рассказать ребенку про потерю близкого человека. Вот очень много тоже было случаев, когда надо было грамотно очень настроить близких, как это сделать. Вот. Я не работаю с когнитивной сферой, то есть память, внимание, мышление. Я эти консультации не веду. То есть это область, которой я не занимаюсь. Мне интересна эмоциональная, вот волевая сфера, вот то, что связано с чувствами, с эмоциями, с пониманием себя, быть в ладу с собой. Ну, и если еще так сказать, почему у меня этот проект так называется, у него тоже название, естественно, не случайно. Мы привыкли воспринимать слово «мир» как мир, в котором вдруг сейчас стало все непонятно, страшно, нестабильно. Но ведь у нас есть еще и другой мир, тот, который у нас внутри, внутренний мир. Вот. И как раз там-то можно навести порядок. Если на большой мир отдельно взятому человеку повлиять непросто, ну, в принципе, невозможно, да, то на свой собственный мир все в наших руках. И вот когда мы говорим о том, что огромный мир в моей руке, в твоей руке, то это как раз тот самый мир, который у нас внутри. То есть все зависит от внутреннего настроя, да? Да, конечно, ошибка людей, часто очень заблуждение такое, когда думают, что вот от внешних обстоятельств зависит. Вот пусть во внешнем мире будет все хорошо, тогда вот у нас все наладится. На самом деле все наоборот. Надо сначала наладить свой собственный мир, и тогда и внешнее пространство начнет раскрываться самым наилучшим образом. Может быть, вспомните какую-то невероятную историю в вашей практике, когда человек пришел, как говорится, как разбитый, да? И потом помогли ваши уроки, занятия. Их море, их море. Просто не знаю, насколько... Ну, да, вот если так просто говорить, я вообще, честно говоря, с очень уважением отношусь к нашей профессиональной этике, поэтому для меня это очень важный принцип. Ну, вот один из таких очень экспресс-консультаций. Я вообще... Чем короче у меня консультации, чем меньше их нужно, тем я более высоко себя оцениваю в этот момент. И вот была очень, да, простая... Консультация очень простая, когда женщина пришла с разговором о том, что она очень манипулируема всеми. То есть все окружающие говорят ей, как надо жить, хотя она имеет хорошую должность, она умная, она, в принципе, в профессиональном плане реализованная. Вот. И... Ну, тут нам помогла песочница, вот психологическая песочница, когда я задаю всегда такой вопрос в лоб, на который люди не могут ответить. Я говорю, скажите, чего вам в жизни не хватает? Этот вопрос ставят в тупик. На самом деле всегда после любого рассказа возникает одно единственное слово, когда можно понять, чего человеку не хватает. Я говорю, знаете, что не хватает? Свободы. Так? Да. Раз не хватает свободы, давайте вот у нас есть песочница, этот на теперешний момент — это ваш мир. И там будет всего две фигурки возьмите. Фигурку свободы и фигурку как себя символически. И вот когда она взяла фигурку, естественно, неосознанно, но я вижу фигурку, которую она взяла как идентификация с собой, там верёвочка тоненькая, её почти не видно. Я говорю, конечно, когда такая верёвочка, её можно поднять, раскрутить, разболтать. Она говорит, а я её не заметила. Как же заметить? В общем, ей было достаточно вот это прожить и увидеть вот эту всю ситуацию со стороны. Это не значит, что раз и резко вдруг она пришла домой, и все на неё по-другому посмотрели. Нет, в ней что-то стало совсем другое, меняться. Это оберегает себя, в принципе, от конфликтов. Это условно надо выйти из ситуации. Нужно посмотреть, ну а зачем мне вообще эти верёвочки нужны, за которые можно раскрутить, разболтать. Мужчины часто обращаются с какими-то проблемами? Ой, интересно. Мужчины, конечно, реже. Это когда приходит мужчина, я его уже уважаю, однозначно, потому что, да, мужчины... Стесняются, да? Конечно, они даже не то, что стесняются, они просто... В их природе заложено то, что они должны победителями быть и справляться сами. Но на самом деле у меня есть такой проект, называется «Задачки старого электрика». Как раз на него у меня сподвиг один мой клиент, который физик. И физику рассказывать, что я вот сказочки вам сейчас расскажу, это, конечно, немножечко, ну как сказать, ну сломать вот эту вот какую-то степень доверия. И поэтому я говорю, вы знаете, что все законы физики точно связаны с законами человеческих отношений. Я говорю, вы знаете третий закон Ньютона? Ну, конечно, он знает. И я ему сказала, что сила действия всегда равна силе противодействия обратно по направлению. Он очень этому порадовался. Тут же он вспоминает какой-то закон Эйнштейна. Он нарисовал его на бумаге. Он точно понял, что это вот так у меня, вот по такому закону складываются у меня отношения в семье. Он сам все рассказал про себя через вот этот закон физики. И очень счастливый ушел. Совершенно довольный. И он меня тогда вдруг вдохновил на эту идею сделать цикл сказок на законах физики. У меня есть такой проект, там семь сказок, как раз о том, каким образом мужчинам или женщинам рассказать о мужчинах вот таким вот, казалось бы, конкретным языком, но вот таким. Сказка – это же слово просто сказка. Мы привыкли говорить, что сказка – вот сказочка детское развлечение. Сказка – это просто образная упаковка. Упаковка мыслей. С помощью которой можно решить ряд проблем. Конечно, понять, во-первых. То есть можно на ситуацию посмотреть как бы сверху. Потому что, когда мы встроены в какую-то ситуацию, мы находимся внутри нее. И когда мы очень плотно к чему-то прижаты, нам объективную картину не увидеть никогда. Надо всегда как бы подняться. И когда мы переносим ситуацию с себя на вот какой-то вот такой план, то все становится видно. Видно, куда я пойду и к чему это приведет. Школьный процесс у нас начинается. И как ребенка психологически настроить к школе? Тем более был такой период отдыха колоссальный. Да, период отдыха был колоссальный. Во-первых, вообще на самом деле все гораздо проще. Вот чем сами родители, чем сами взрослые будут относиться проще к ситуациям, чем они больше будут встроены, если они будут создавать эмоциональное настроение. Ведь если сами родители будут испытывать удовольствие и даже какой-то кураж, и какой-то вот интерес к каким-то маленьким вещам, ребенок это же считает, он будет точно так же. Если родители будут идти в школу не как какую-то вот такую систему, а если она будет гармонично встраиваться, на одном языке надо говорить. С ребенком надо быть на одном языке. С какими проблемами дети обращаются? Понятно, что не дети, а их родители. Вообще я с родителями, с детьми уже так работаю немного, именно по той причине, что я говорю, детских проблем вообще не бывает. То есть все из семи, До 12 лет точно не бывает детских проблем. Все проблемы у родителей. И когда мне звонят по поводу ребенка, я говорю всегда первую консультацию назначают взрослого ребенка, говорите, давайте мы с вами поговорим. И в разговоре выходит в то, что они понимают, что это вообще проблема-то их. Ну а дальше уже их решение, если они будут подключаться к этому, то, конечно, выходы всегда есть. И ребенок... Понимаете, еще тут в теме воспитания у нас такие перекосы возникают, что у нас, например, идет запрет на негативное чувство. Например, злиться нельзя, обижаться нельзя. Ну, так же учат, правда? А ведь злость и обида, и там, допустим, зависть, это же чувство, которое нельзя отменить, если оно возникло. А когда их говорят, что это испытывать нельзя, то что происходит? Хороший ребенок, он их так упичкает далеко, ну раз нельзя выражать, не буду. Но ведь это же не значит, что он от них избавился. Это все равно, что мусор замести под коврик. Чисто не будет. И вот тут весь фокус в том, что вообще сказать, что да, в принципе, испытывать любые чувства, это нормально, это, естественно, живые люди. Другой разговор научить, как их из себя выгружать экологично, для того, чтобы не было урона ни для внешнего мира, не для отношений. Вот это в первую очередь надо рассказать родителям. В начале нашего разговора вы сказали, что нужно правильно расслабляться, а неправильно люди расслабляются. С помощью чего? Алкоголя. Алкоголь, ссоры, конфликты, потому что это тоже сброс напряжения. Вот когда уже, казалось бы, самая какая-то мелочь, капля воды, она вдруг бурю вызывает. Это вот как раз результат того, что напряжение... А что нужно сделать? Нужно прислушиваться к себе и чувствовать вот именно те направления, которые тебе дают какое-то силу. Да, конечно, конечно. Вот понимаете, у нас вообще человек не живёт в настоящем моменте. Человек либо вспоминает о прошлом, ну, как проживает то, что уже произошло, либо он думает, вот как будет завтра, да? А вот то, что вот он в этом моменте находится, он вообще упускает. Есть такая притча у одного мудреца, старца спросили, как, даже до таких лет, ты так хорошо выглядишь и так в хорошем настроении? Он говорит, потому что когда я ем, я ем. Когда я иду, я иду. А вы когда идите, вы уже куда-то бежите. То есть нужно жить здесь и сейчас? Да, мы должны находиться в этом моменте. И вот когда мы учимся, тогда нам весь мир будет давать просто-напросто подсказки. Я иногда выбираю себе день для того, чтобы просто учиться у мира. Потому что в мире просто море подсказок. Например, вот сказал море, и вот, например, море, да? Море бушует. Вот если на него смотреть и понять, что оно мне говорит? Я сейчас бушу, я сейчас опасно, не подходи ко мне. Не подходи. Вот я успокоюсь, войдёшь, я буду ласковым и спокоен. Ну разве это не урок вообще для людей? Когда человек бушует, а мы туда почему-то лезем, зачем? Подожди, успокойся. Он успокоится, ну и можно будет говорить. Поэтому в мире подсказок так много, в каждом фрагменте, в каждой мелочи. Просто мы забываем с ним общаться. Именно поэтому раньше психологи были не нужны. И правильно, потому что люди были очень близки с природой, они были очень сонастроены с миром. А сейчас мы выполняем такую роль посредника, чтобы, видимо, вот это вот немножечко донести, эту связь. Отличный проект. Вот куда будете двигаться дальше? Наверняка у вас еще много идей. Ой, проектов много. У меня просто так получилось, какой-то очень 20-й год получился просто такой вот у меня плодовитый, что сначала я создала проект «Ключница». Это отдельный проект, это именно «Ощущение внутренней свободы». Ну это такой, прямо вот он глубокий, двухдневный, мы прямо с таким большим погружением. Он стартовал в Наринмаре, ну а сейчас он уже реализуется в других городах тоже. Вот. И сейчас проект еще один, который для меня очень неожиданно также возник, он у меня именно про процветание, потому что люди сейчас также задумались на тему, каким образом вообще выживать, именно с точки зрения финансовых моментов. Кстати, это один еще из страхов, который возник во время вот этой пандемии. Ну вот и мы тоже говорим о том, что вообще, ну проясняем тут понятие, как, например, ловить вот эти вот потоки, чтобы оказываться в нужном месте, в нужное время, для того, чтобы встречаться в тот момент именно с теми людьми, которые, ну вот, сейчас необходимы, для того, чтобы не впускать в свою жизнь там какие-то разные токсичные отношения и прочие вещи. Какие можете напоследок дать рекомендации нашим телезрителям? Что нужно делать, чтобы всегда была гармония в душе? Рекомендации. Ну, это вообще-то, конечно, в первую очередь, это свое, собственно, намерение. Вот когда человек, в принципе, создает внутри себя намерение больше видеть в жизни света, да, правда, вот сделать жизнь качественной, то тогда вещей много. В первую очередь, нужно просто внимательно, быть внимательным, вот включить внутреннего наблюдателя. Если мы в течение дня будем подмечать какие-то маленькие фрагменты, вот тут вот какая-то собака, там, ну, вот какие-то, наполнять, вот замечать, не скакивать мимо, думая о каких-то проблемах, а просто замечать. И когда вечером человек ложится спать, и особенно перед сном, мы же, как правило, запускаем механизм проблемный, у нас случилась какая-нибудь ситуация неприятная, мы же ее раз прокрутили в голове, и второе, и третье, перед сном вообще, там, миллион раз, да, то если мы эту нарушим традицию и будем, например, перед сном вспоминать хотя бы что-то хорошее из дня, то сон тогда будет совершенно другим, это в первую очередь, ну, самый простой навык, а так, пишите сказки, для меня это сказки. Спасибо, Лариса, обязательно будем писать сказки. Главное, уметь правильно расслабляться. Да, расслабляться, ну, слово расслабляться, оно, конечно, такое, только именно, именно снимать напряжение, да, именно не загонять себя в панцирь напряжения, тогда будет свобода. Лариса, спасибо большое, что сегодня пришли к нам в студию, думаю, ваши советы обязательно помогут нашим телезрителям. Вот, не советы, психолог не советует, никогда психолог не советует, просто размышление. Да, размышление. Спасибо. Напомню, это была программа Актуальное интервью, сегодня у нас в гостях был психолог Лариса Борисова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»